Каждый год весной в нашей стране проходит акция «Единый день с дачей ЕГЭ родителями». И Саров традиционно в ней участвует. Также и в этом году родители выпускников могут пройти всю процедуру экзамена, узнать, что ждет их детей в ближайшее время. Начинается все с показа документов. Здравствуйте. Свои личные вещи выпускники должны оставить на входе, затем пройти через досмотр металлоискателя. В аудитории при участниках распечатывают кима, объясняют, как заполнять бланки. И вот спустя 30 минут начинается сам экзамен. Чтобы выполнить процедуру, родителям дается полчаса. Кто-то ушел раньше времени, а кто-то писал экзамен до конца. Ну, я это уже прохожу второй раз. В прошлом году я тоже проходила, мы писали историю. Ну, детям будет, мне кажется, легче, чем родителям. Гюрократии добавили еще больше только. Сейчас прошла процедура ЕГЭ, как впечатление? Поняла, насколько сложно детям сдавать ЕГЭ. Насколько волнение начинает захлестывать во время ожидания, пока распечатаются все материалы, пока они проверятся, пока будут розданы ученикам. Волнение зашкаливало. Акция в Сарой проходит уже много лет. Каждый год в ней принимают участие около 15 родителей. Это не обязательно мамы и папы выпускников этого года. Иногда взрослые заранее хотят понять, что ждет их 8-9 классника через несколько лет. Вы знаете, родители всегда говорят спасибо, потому что мы опять же смогли испытать вот это чувство на себе. Хотя, вы знаете, мне кажется, я всегда об этом говорю, что дети спокойнее относятся к этому процессу, чем даже мы, родители, воспринимаем. Дело в том, что у детей достаточно большое количество пробных экзаменов, достаточно серьезная подготовка на каждом этапе. Напомним, ЕГЭ в этом году из-за пандемии опять пройдет в особом формате. Школьникам, которые не планируют поступать в высшее учебное заведение, достаточно сдать два государственных выпускных экзамена по русскому языку и по математике. Тем, кто планирует поступать в ВУЗ, придется пройти процедуру ЕГЭ. В обязательном порядке они сдадут русский язык и предметы по выбору, необходимые для поступления. Основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 25 июня. И я от всей души, конечно же, желаю детям, которые выберут в этом году поступление в ВУЗ, и кому предстоит сдавать именно государственную току в аттестацию в форме единого государственного экзамена, желаем удачи, спокойствия, самое главное, и уверенности в своих силах. Ну а родителям поддержки детей и понимания того, что мы все преодолеем, со всем справимся, и что ЕГЭ – это точно не самое страшное в жизни. Поэтому всем удачи!